видимо имеется ввиду действующие аэс на территории германии напомню их сейчас 7 но 2022 году и их планирует полностью закрыть один из собеседников vdr сообщил что закупка такой огромной партии таблеток йода связано с выводами которые были сделаны после аварии на фукусиме однако авария на японской аэс произошла аж в 2011 году тогда в германии и правда созвали специальную комиссию которая обсуждала как защитить жители германии от возможной радиации но поверить в то что 8 лет спустя они приняли решение просто закупить йод довольно трудно еще одна версия авария на военном полигоне рядом северодвинском в архангельской области напомню что 8 августа минобороны россии сообщила о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пятеро сотрудников госкорпорации росатом и двое сотрудников министерства обороны по сообщению росгидромета тогда в первые несколько часов после взрыва радиационный фон в северодвинске кратковременно вырос в 16 раз но потом он якобы нормализовался хотя на самом деле просто со всех сайтов исчезла информация об этом через несколько дней американская газета new york times со ссылкой на данные пентагона писала что авария произошла во время испытаний прототипа крылатой ракеты с ядерной установкой буревестник который как раз президент россии владимир путин представил в ходе послания федеральному собранию в прошлом году европе естественно забеспокоились прежде всего из-за того что россия способна просто скрывать то что уровень радиации превышает норму как писали в немецких газетах в прошлом от нас уже скрывали реальные показатели конец цитаты на этой неделе на встрече с французским президентом эммануэлем макроном владимир путин отвечая на вопрос французских журналистов заявил что цитата никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует мы сами сегодня обратились ведомства радиационной защиты германии и по поводу северодвинска и по поводу закупки йода но все что нам пока что прислали это вот эта карта на которые обозначены места где измеряют уровень радиации и судя по этим показателям все уровень радиации в германии в норме при этом практически в каждой статье про закупку йода в немецких газетах упоминается северодвинск но дело в том что на сайте австрийского радио рф информация рекордной закупки таблеток едида калия именно в таком виде принимается ее для профилактики радиоактивного облучения появилась 1 августа а авария под северодвинском еще раз напомню произошла неделей позже кроме того интересно что австрийская фирма геротланах которая обратилась германия за йодом заявила что немецкие власти заказали 50 миллионов упаковок таблеток это кстати вообще самый крупный едина временной заказ для этой австрийской фармакомпании и вот существует в теории 2 2 упаковки этих таблеток одна из них по 10 таблеток в одной из них 10 таблеток в другой 20 но как мы выяснили сегодня в немецкой аптеке германию поставляют только упаковки по 20 таблеток и таким образом получается что немецкое ведомство радиационной защиты германии заказала не 190 миллионов таблеток а миллиард то есть в пять раз больше и на их производство как сообщили в компании геротланах уйдут еще месяцы два года назад йод уже на самом деле был на первых полосах немецких газет в городе ахена и в окрестностях проводили компанию и всем жителям области до 45 лет раздавали бесплатно таблетки едидокалия а в интернете появился ролик о том что угрозы исходят от действующей атомной электростанции в бельгийском городе тянж от неё до ахена всего 70 километров салим битрот сзади из-на-голе-ген-инка если на близлежащий аэс в тянже произойдет авария людям в нашем регионе угрожает радиация если на близлежащий аэс в тянже произойдет авария это сейчас говорила женщина людям нашем регионе угрожает радиация и тогда эта акция по раздаче бесплатного йода вызвала волну возмущения зачем сеять панику среди населения спрашивали критики вот и сейчас после того как немецкие власти заказали скорее всего аж миллиард таблеток йода непонятно какой ждать реакции от людей а самым важным на одном языке подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами